Всем привет, наши дорогие зрители, подписчики нашего канала. Меня зовут Славян. А меня Мирон. А меня Артём. И все мы, как всегда, в сборе. Я вас приглашаю в новый влог. У нас сегодня замечательный день и замечательное событие. У нас сегодня с Настенькой, кстати, вот она ходит-бродит. У нас сегодня 8 лет, как мы начали с Шуры-Муры. Через 2 недели Шуры-Мур я Настеньке сделал предложение. И все это вылилось вот уже третьим сыночком. Да? Пап, это что, камера? Да камера мой маленький. Пап, я что, блогер тоже? Да? Мы сейчас в Турции. Алане, район Махмутлар. Мы здесь живем, показываем вам прекрасные виды. Я, кстати, сейчас, пока у меня детвора отдыхала, я сгонял, осмотрел весь наш жилой комплекс и кайфанул. Поэтому совсем скоро я вам покажу, сделаю полнейший обзор этого комплекса и покажу, что здесь есть. Ну а пока сегодня мы пойдем отмечать наше событие, наши 8 лет. И вас, конечно, приглашаем это сделать вместе с нами. Погнали! У нас здесь есть вот открытый бассейн, причем он до сих пор функционирует. Воду с него не слили, я видел, здесь купаются. Но здесь же есть еще и закрытый бассейн. Вот мы сейчас туда идем. Блин, лужи-то какие сильные. Ёпсель-мопсель. Как-то здесь, как он, сток работает, очень печально. Здесь, в общем, есть такой огромнейший бассейн. Он реально огромный, он прям широкий. Если в Азории был он узкий, то здесь он широченный. Есть лежачки и водичка очень теплая. И, конечно, нам с пацанами хочется покупаться. Есть одно но. Здесь написано, что нужна шапочка для бассейна обязательно. Я вообще никогда не понимал прикола, зачем эта шапочка. Ладно, когда полосцы плывут, там аэродинамика, там все дела. Зачем нам, обычным людям, она? И вот тут вот тренажерный зал, собственно, куда мы с пацанами и пришли. О, какие вообще очень современные велодорожки, хотел сказать, беговые дорожки. Что здесь? Штанги всякие, велосипеды для аэробики, мячики, гантельки, вот такие весы, турники. Ну, вообще, в целом, конечно, очень здорово. Ты занимаешься, тут бассейн, там бассейн, можно телек включить, какие-то, наверное, программы, кондиционер. И мы мощные спортсмены. Пацаны, на беговой дорожке, я уже пробежал, Радюшка пробежал. Теперь Артем, хорошо, да, попробуем? Ты не балуйся, не балуйся, не балуйся. Ты беги по дорожку, да. Сам шаг не прибавляй, иначе запутаются ноги. Давай-давай-давай, вон, мужик. Мы тут с пацанами подумали и решили, что нужно сходить в бассейн. Я там дверь так приоткрыл, посмотрел, и люди без шапочек плавают, там два человека. Поэтому я думаю, а что, мы не такие, что ли? Тоже без шапочек будем плавать. Пацаны, мы на теле такие. Так, ну вот, мы уже тут с пацанами в бассейне. Сейчас будем купаться. Вон, да, Родион не зря рыба. Родион, ну-ка сюда, плыви ко мне. Давай, плыви сюда ко мне, Родион. Артем, не надо вместе. Нет, Родион сначала. Давай-давай-давай-давай. Молодец. Давай ты вот сюда плыви. Давай-давай. Так, теперь Тёмка. Ой, Родион вообще спасатель. Молодцы, пацаны. Я не знаю, вот так жить вообще с кайфом, когда ты просто берешь, приходишь, в басике, поплавал, и никаких абонементов, ничего. Сейчас мы поплавали немножко, а сейчас придем в сауну, погреемся. Тёмка подмерз. Вот, а потом снова бассейн. Красота. Мы сидим с пацанами, я даже на второй полке, мальчишки на первом. Им говорят, очень зашла сауна. Тёмка-то давно парился, а ещё забыл цепочку снять, она обжигает. Я вот сижу в таком положении, как этот, как динозавр какой-то, потому что чуть-чуть шевельнёшь, и всё, и она прям такой ожог оставляет. Здорово, парни? Да. Да? Хотел включить, папа, давайте сниму её. Не надо, не надо, он очень горячий. Хорошо. Лежим. Теперь в хамаме. Через. Классно. Через. Безок мой. И ползает. Так, тут вот хамамчик. Всё, с пацанами здесь посидели. Идём на выходы, тут зона отдыха. Я не знаю, мне кажется, это что-то прекрасное. Фух, напарились, нахамамились, наплавались, намылись. Всё, сейчас можно идти отмечать нашу годовщину. Мы собрались, естественно, все дружно, все нашей большой семьёй. Идём сейчас в ЖК Сиреневтипарк. Я уже делал обзор этого жилого комплекса. Посмотрите, если будет интересно, по ссылочке в описании под этим видео. Там сейчас живут наши ребятки. Вот он, видите, подсвечивается вот так вот. Там безумно красиво. Это жилой комплекс. Год, да, его только год. И там, получается, вся инфраструктура пятизвёздочного отеля. Ну, а наверняка вы знаете, что такое пятизвёздочный отель в Турции. Вот. Ну, сейчас частично ещё пройдусь. Покажу, что здесь. Покажем, что закажем. У них просто есть ресторанчик прямо на территорию. И мы решили никуда не идти. Погода портится. Вы можете заметить тучи. Вот. Поэтому далеко не пойдём. Ещё ветер такой очень сильный сегодня. К ним на территорию. Походим там, всё посмотрим, изучим. Вот. И непосредственно вам покажем. Мы, в общем, зашли на территорию. Сейчас будем заходить. Внимание! В подъезд! Здесь вот подъезды сделаны, как в отеле. И тут люди также ждут, видимо, своего трансфера. Ну, вот как в самых, я не знаю, дорогих отелях, наверное. Если так можно сказать, то так. Вот. И опа! Ну, вот все вместе залетаем. Сейчас надо подождать наших ребят, чтобы они сюда пришли, нас встретили. И пойдём в кафе. Мы двигаемся. Мы пока тут с Артёмкой делили конфеты, конфеты, которые мы же сходу тут подарили. Ребята уже ушли в кафе. Открывай дверь, Артём. Ну, открывай. Ну, одну, одну, одну. Вот смотри в ту сторону. Угу. Давай-давай-давай-давай. Держи мне. Всё, отпускай. Спасибо. Здесь всегда работают люди. Вот. А мы... Смотри, здесь даже живая музыка есть, концерты, тортики. Видите, как детей встречают? Вот так вот. Вот, сразу он нос тронет. Я тетя, я хорошая. И тетя? Тетя расстроилась и снизу пустил-то. Ребят, идёте! Очень клёво, что здесь сразу есть детская. Мы, естественно, вот своих спиногрызов тормознули. Вон, Тёмка где-то уже там бегает. Родион. А сами пока пойдём, всё закажем, чтобы они там не сидели просто так, без дела. Ценники. Смотрите и запоминайте, что, сколько стоит. Цена здесь указана в лирах. Курс актуальный 5,5. Заказали мы, значит, две пиццы детям. Маргарита, да я объяснил, что надо без помидора. Они, кстати, вообще здесь русский не понимают. Интересно, ни английский, ни русский. Потом пасту... Всеми пасту заказал? Нет, не Аполитанку, куда? Короче, сейчас покажу. И Настенький салат Цезарь. Вы сейчас заказали. А, вот нам чай принесли. По красоте. Вот сюда, вот он будет чай пить. Все, теперь мы все в сборе. С годовщиной. Вам дружит еще столько же, еще и больше, да, лет? Ничего себе. Нет, Аполитанка. Все, значит, разобрались. Где же мы еще поедим макароны, как не в Турции? Это я уже второй раз, да, ем? Пиццу готова. Второй раз я ем. Это, baby, baby. Вон, вот чушку принесли. Так, покажу вам пиццу. Вот, детвора довольны. Все, сразу прям кушать. Голодные. Так, смотрите-ка, принесли еще салат. Тоже Цезарь, да? Цезарь. Два Цезаря, Насенька, Юля. Так, ну все, мы будем кушать. Вроде вся еда, да? Да. Мы будем не кушать, мы будем отмечать. В общем, Насенька говорит, что это вообще не Цезарь. Салат, это Роман или Альсберг. Соус, да, какой-то не такой вообще, да? Да, и Альсберг вообще обычный. Ну, видишь, здесь добавлено. Да, оно правильно мне делается. А спагетти? Гренок нету. Спагетти вкусные. Дома так не приготовишь, правильно? Гренок, да. Спагетти. Класс. Мы уже покушали. Классно сидим, вообще не хочется уходить. Я вышел на улицу, у нас здесь так все жестко сверкает. Вообще молния, мне кажется. Вот на море сегодня просто нереальный шторм. Я хочу вам показать здесь территорию. Я показывал здесь вам ее днем, когда мы здесь сделали обзор этого комплекса. Сейчас хочу вам показать, как здесь все подсвечивается ночью. А вы посмотрите, как говорится, и кайфоните. Я вот рассказывал, что все вот так вот красиво очень подсвечивается. Бассейн потрясающий. Я очень надеюсь, что вам слышно. Видали, какая молния? Что вам все слышно, но ветер, друзья, вообще сильнейший. Уходец какой-то. До сих пор работает, меня аж сдувает. Просто нереально. Вот это ветрище сегодня. Бунгалы, теннисный стол. Все как бы есть. Вот посмотрите, какая красота ночью. Вообще, как здесь. Подсветочки вообще играет такую, я не знаю, ну не ключевую пусть роль, но очень важную в оформлении всех вот этих жилых комплексов. В Азуре тоже, конечно, очень красиво было. Бассейны. Вон всякие. Прям бассейны, типа такие лежачки. Ну очень здорово. Это зона спа. Вон, видите, там надпись даже. Классненько. Это детский бассейн, но детский бассейн, естественно, уже спустили. Ух ты, какая молния. Спустили, и уже здесь никто, конечно, не купается. Фитнес-зал. Вот он за окошком, да. И можно заниматься вот с таким прекрасным видом. Там буквально два человека тренируются сейчас. И все на этом. Ну и в бассейне, конечно, сейчас тоже никого нету, потому что безумно сильный ветер на улице. Хоть тепло, градусов сейчас 19, наверное. Но ветер дает о себе знать. Видите, на каждом жирафике все так эти плафоны стоят. Вот так вот поближе вам покажу. Видите? Плафон он держит, типа, в зубах у себя. Пальмы все подсвечиваются зелеными фонариками. На лужайках мячики разноцветные. Обезьянка вон сидит. Тоже с подсветочкой. Ну, мне кажется, довольно-таки интересно. Ну и вот, соответственно, сам ресторан, где и мы сидим. Ну, это зона подъезда. Подъезд, в общем. Есть еще мостик через бассейн. Но туда уже не пойдем. Вот. Хочу немножко вам показать молнию. Сейчас дождемся, как она сверкнет. Да, сегодня погода прям очень сильно изменилась вообще. Ох, видали, что творится? Так сильно, так сильно сверкает. Грома нету. Но небо над морем там вообще, наверное, чудеса сейчас происходят. Буду с вами прощаться. В комментариях, конечно, буду очень рад почитать поздравления. Не юбилей, но тем не менее, это большая дата, мне кажется. В принципе, вообще в отношениях. А тем более, когда у тебя уже есть дети и так далее. Подобное. Есть, естественно, как и в каждой семье, есть трудности. Но мы все преодолеваем совместными усилиями. Что и вам, конечно, рекомендую всегда общаться, разговаривать. И тогда все в семье будет хорошо. Так, отходим, отходим, машина. Блин, мы идем домой. Идет дождь, ветер просто сильнейший. Это, кстати, как раз тест-драйв. Вообще просто камеры. Я надеюсь, линзы будут вздуваться капельки, как они и заявляли. Нам сюда... Ой, я чуть не потерялся. Фух. Мирончик в коляске. Дети с Настенькой вон на заднем плане. Все. Чуть-чуть у нас тут пригорочек. Все, друзья. Вот уже почти дошли. Ветер просто нереально. Я, наверное, с утра пойду снимать шторм на самый волновой пляж Клеопатра. Я думаю, именно так и сделаем вместе с вами. Уже на дворе вечер. Сижу, монтирую для вас выпуск. Слышу крик за окном. А это переезд. В Турции, короче, никто не носит ничего по этажам. Грузчики, да, то есть никто не носит. Заказывается вот так вот. Специальная машина. Ну, то есть, где повезется груз. И маленький вот такой вот типа манипулятор вот с таким краном подъемным. Здесь специальная платформа. На нее ставится вся мебель, все барахло и просто поднимается в окно на этаж. Причем неважно, какой у вас этаж. Если там девятый, тринадцатый, то стрела будет выстреливать, соответственно, до такой высоты. Сейчас я дождусь и покажу, как спускается платформа. Ну, вот видите, загрузили, получается, вещи на платформу и спускают их вниз в машину. То есть, это переезд из квартиры в другую квартиру, видите? И там уже на платформе принимает другой грузчик, который перекидывает все в машину. Охренительно, как удобно. Просто вдумайтесь. Вот он быстро сейчас перекидывает все это дело в машину. Сейчас мы сами посмотрим. Чикс. Чикс. Все, три места осталось. Еще что-то. Как платформа шатается. Чикай, как они все это швыряют. Я с вами прощаюсь. Увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok